В понедельник вечером в Калининграде при загадочных обстоятельствах погибла известная в городе журналистка Ольга Котовская. Смерть основательницы и бывшей владелицы телекомпании «Каскад» сразу вызвала целую волну слухов и домыслов. Еще бы! Четыре года Котовская билась за возвращение медиахолдинга, который, как она говорила, у нее отняли рейдеры. И самое главное, за три дня до гибели журналистки суд встал на ее сторону. Своё расследование в Калининграде провел Денис Чередов. Калининград прощался с известной тележурналисткой Ольгой Котовской. Десятки людей пришли в областную филармонию, чтобы вспомнить о своей подруге, коллеге, близком человеке. Она была очень принципиальной, она была очень честной, справедливой, моторной такой. Ну то есть надо отдать ей должное. Она очень хорошо состоялась в профессии. Всю неделю на первых полосах калининградских газет все новые и новые версии таинственной смерти журналистки. Гибель известного человека, да к тому же в разгар судебных баталий за телекомпанию «Каскад» выглядит более чем странно. Ольга Котовская упала с 14 этажа вот этого жилого дома. Сейчас все задают один вопрос. Что она здесь сделала? В этом доме не живут ее родные и близкие? Или она была на какой-то деловой встрече? Зачем поднялась на самый высокий этаж? Неужели пошла на самоубийство? А может кто-то помог? Версий много. Карьеру медиамагната Ольга Котовская начала в начале 90-х. Она создает частную телекомпанию «Каскад». В то время журналисты не имели даже собственного помещения. Писали репортажи, придумывали и создавали программы буквально на коленке. Но очень быстро маленькая компания превращается в настоящий медиахолдинг. Два телеканала, еженедельная газета, радиостанции, рекламное агентство. В конкурентной борьбе Котовская не знала равных. «Каскад» быстро завоевал авторитет. Это грамотно выстроенный медиабизнес, потому что мы живем только на те деньги, которые сами заработали. Зарабатывала телекомпания много. Возможно, именно поэтому 4 года назад за «Каскад» началась настоящая война. И Ольга Котовская, которая, по словам коллег, привыкла все делать в рамках закона, тот первый бой проиграла. Тот день Ольга запомнила на всю жизнь. В январе 2006-го она, как обычно, шла на работу в офис телекомпании «Каскад». Только поднялась по лестнице, как на пороге вот здесь ее встретили неизвестные молодые люди. Преградили дорогу. Здесь она поняла, что-то случилось. Дальше, как в кино. Мне в категорической форме запретили даже пройти в свой кабинет, забрать личные вещи. Там у меня документы, свой компьютер, который не стоит на балансе «Каскада». Все это происходило ужасно, грубо, некрасиво, страшно. На глазах у сотрудников. Я мать-основательница «Каскада». Они видят мое унижение. Девочки подбежали ко мне, спрашивают, что нам делать. Я вынуждена была развернуться и уйти. С доходным «Каскадом» журналистке и ее гражданскому мужу, тогда генеральному директору компании Игорю Ростову, пришлось расстаться. Игорь и Ольга назвали это рейдерским захватом. Как выяснится позже, кто-то поделал уставные документы «Каскада» и поставил от имени владельца фальшивые подписи под приказом об увольнении. Кстати, о попытках завладеть компанией журналисты сообщали и раньше. Неизвестные несколько раз нападали на Ростова, угрожали ему и избивали. А требование было одно – уступить свои права на компанию. Лишившись «Каскада», Котовская, тем не менее, не сдалась и собиралась вернуть его в свои руки. За три дня до смерти Ольге Котовской произошло то, чего она добивалась долгих четыре года. Арбитражный суд признал, что документы действительно были подделаны. Отпись на документах, которые принимались на этом общем собрании, не принадлежит Ольге Котовской, а принадлежит другому лицу. Более того, опять же, как показывают нам документы, представленные сами, в частности, заграничный паспорт Ольги Котовской, на тот момент ее даже не было на территории Российской Федерации. Вот загранпаспорт Ольги Котовской. И правда, она была в Штатах. Все логично. Себя саму она уволить не могла. Это сделал кто-то другой. После такой победы смерть Ольги Котовской вызывает много вопросов. Ее гражданскому мужу, Игорю Ростову, трудно справиться с эмоциями. Но выдвигать скоропалительные версии он не хочет. Говорить, что там убийство, мы не имеем права, безусловно. Понятно, что следствие нашей Калининградской милиции сделает свои выводы. Но на факт остается фактом, что в группе лиц рейдерам это было очень выгодно. Подарок такой. Сейчас Игорю Ростову не до судебно-медийных войн. Вот он показывает комнату, где жила Ольга. Личный кабинет, библиотеку. Эмоции уже не сдержать. Организатором рейдерского захвата Ростов называет Владимира Пирогова. Это очень известная личность в городе. И именно он сейчас является президентом независимой телерадиокомпании «Каскад». Другого такого в Калининградской области я не знаю. За которым тянулся бы такой шлейф дел, связанных с мошенничествами, с различными аферами, с различными совершенно вещами. От момента, когда он был предпринимателем, потом вице-губернатором, потом снова предпринимателем. Мы попытались связаться с Владимиром Пироговым, но в ответ тишина. Официальную позицию нынешнего руководства компании «Каскад» озвучивает исполняющий обязанности гендиректора. Было несколько несудебных контактов, но насколько я понимаю, что компромисс в этой ситуации достигнуть было практически невозможно. Потому что Ольга Гурьевна и Игорь Ростов были против достижения данного компромисса. Что же все-таки произошло 16 ноября на 14 этаже жилого дома? Версий много. Убийство, самоубийство. А может быть кто-то подтолкнул журналистку на этот роковой шаг? Думаю, что решим вопрос о проведении посмертной психолого-психиатрической экспертизы. Есть информация, что якобы следователям установлено, что в Котовской был некий второй человек. Что вам об этом известно? Пока рано комментировать, но эта информация не подтверждена. Вместе со специалистами-строителями мы замеряем допустимую высоту балкона в нежилых помещениях. Оказывается, есть специальные ГОСТы. Здесь безопасная высота не нарушена. А значит, случайно выпасть Ольга Котовская не могла. Безопасность здесь обеспечена. Безопасность. То есть проектировщикам дома будет никаких вопросов? Я бы никогда. Но мы не взяли. Сразу после сообщения о смерти Ольги Котовской стало известно. Не так давно она пыталась покончить с собой. Ее спасли. Многие говорят о том, что почему же она вот это сделала после того, как они выиграли арбитражный суд сейчас. Но я думаю, что все понимают, что никто бы не дал им снова вернуться в эту телекомпанию. И она это прекрасно понимала. И все же в то, что это могло быть самоубийством, родные не верят. Была травма руки, поэтому у нее очень слабая рука была. И травма на нем. То есть у меня как бы не обладала никакими силами. Основную официальную версию, следовательно, зовут в ближайшее время. Но какой бы она ни была, судебные войны за компанию «Каскад» по всей видимости продолжатся. И здесь появляется другой вопрос. Кто конкретно вырвал из рук Ольги Котовской созданную с нуля медиакомпанию? Кто так или иначе подвел журналистку к гибели? И предстанет ли этот преступник или целая преступная группа перед судом? Эта тема уже для отдельного расследования. Денис Чередов, Сергей Крутмулаев, Владислав Косяк, Александр Наумов. Вести дежурная часть.